Добрый вечер! Сегодня 5 декабря, понедельник. Меня зовут Илья Зайцев. И в ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем о наиболее важных событиях этого дня. И мы начинаем. У красноярцев отзывают платежки с баснословными счетами. Квитанции с перерасчетом за тепло и горячую воду пришли в ноябре, где людей уведомили, что они задолжали бывшим управляющим компаниям жилфонда от 4 до 12 тысяч рублей. Сегодня из-за этого жители Ленинского района Красноярска устроили сход у дверей управляющих. Разговор шел на повышенных тонах. Репортаж Юлий Мавшович. Да кто довелся? И требуетесь нас узнать, чего? Вы к кому обратились? К банкам всем. Обобрали как рипок. С такими криками сегодня пришли в управляющую компанию жители полусотни домов Ленинского района. Всем им в ноябре вместе с основной платежкой за квартиру пришла еще одна. С перерасчетом за тепло и горячую воду от компании «Банкрота» комфорт-битсервиса. Предприятие тонет, а аппетиты растут. 12 600, да? 12 600? Это перерасчет такой. Открыли эту квитанцию, мы чуть не упали. Ну куда такие деньги? У нас был жилькомпот, жилькомпот-сервис был, а сейчас ГУК, городская управляющая. И вот они решили какой-то перерасчет за прошлые месяцы. Мы уже полгода находимся в другой компании. Они сделали перерасчет на горячую воду и отопление. Но это совсем не так. У нас все было по нулям. Суммы за перерасчет по теплу и горячей воде у всех разные – от 4 до 12 тысяч рублей. По закону перерасчет делается либо раз в год, либо когда дома выходят из обслуживания управляющей компании. Это как раз случай многих красноярцев после банкротства дочек жилфонда. Адресат сообщает собственникам – не погасите суммы, ждите судебных разбирательств. Чтобы не откладывать квиток в долгий ящик, люди требуют объяснения у коммунальщиков здесь и сейчас. Конкурсного управляющего комфорт-быт-сервиса не оказалось на месте. Слово берет директор правобережного филиала жилфонда. Те квитанции, которые получили за комфорт-быт-сервис, просьба не оплачивать. Была некорректно подана информация конкурсному управляющему, те, с кем он работает по договору по показаниям приборов учета, кто снимает показания приборов учета. Она была некорректно подана. И она была подана с ноября, например, по ноябрь. То есть фактически вы тепло не брали. Они за штабом кротились, а кто-то теперь виноват и платить с нас правильно. Не стоит ошибки кого-то сваливать на Гукжилфонд. Это квитанции получили не только те, которые перешли в Гукжилфонд, но и те, которые перешли в любую другую управляющую компанию. Они точно такие же квитанции получили. Так что теперь какой-нибудь там синий баклажан тоже облапошил людей, получив квитанции за комфорт-быт-сервис? Кто кого пытался облапошить, уже не разберешь. Представители управляющих компаний назовут это техническим сбоем и отзовут платежки с перерасчетом у всех красноярцев, кого обслуживали компании-банкроты. Проще говоря, сейчас оплачивать перерасчет не нужно. А если кто-то уже оплатил квитанцию, следует написать заявление на возврат денежных средств. Деньги обещают вернуть. Пока у нас не будет нормативов по подогреву горячей воды, то есть холодную воду, которая преобразуется в горячую, пока не будет норматива, мы будем постоянно в такой П. Также коммунальщики информируют, после устранения технического сбоя людям придут новые перерасчеты за тепло. Они обещают быть более щадящими. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Новости ТВК. А вы следите за цифрами в платежке. Если находите ошибку, как вам это объясняет в управляющей компании? Эту тему будем обсуждать сегодня вместе с вами в 20.30. Высказывайте свое мнение по телефону 265-45-00. Пишите смс на номер 9020 с пометкой ТВК. Оставляйте комментарии ВКонтакте или Вайбере и Ватсапе. Номер 8-923-1-65-45-00. Так сделали капитальный ремонт, что теперь не обойтись без косметического. На Говорова сегодня принимали дом после капитального ремонта. Там полностью поменяли кровлю и положили новый современный утеплитель. Только пока внедряли продвинутую технологию, сдвинули существующие коммуникации в доме. Так в одной из комнат квартиры на верхнем этаже вообще пропал свет, а в коридоре образовалось практически окно в подъезд. Я просила, чтобы сильно не гремели. Не стучали, не кидали. Вот они люком постоянно этот люк кидали, кидали. Я их предупреждала. Я говорю, ребята, у меня стены трясутся, у меня люстры трясутся. А им это... Проверяющие из фонда капитального ремонта пообещали за такую работу не рассчитываться, пока строители все грехи не исправят. Оказалось, что проблемы есть еще минимум в трех квартирах. Кстати, этот дом уже традиционно получил свой капитальный ремонт задержкой. Подрядчик решил не латать крышу летом, когда тепло, потому что ему мешали дожди. С снегом бороться гораздо легче, чем бороться с ливнем или с дождем. И, к великому сожалению, на тех домах, которые летом у нас были открыты, квартир, которые пострадали, их не в несколько раз, а может быть даже и на порядок больше. В следующем году под ударом капитального ремонта должны оказаться 500 домов. Именно такое количество стоит в планах на 2017-й. Результаты этого года скромнее. Уже отремонтировали 166 зданий. До конца года должны завершить работы еще на 40 объектах. Сегодня департамент городского хозяйства прокомментировал, почему подведомственное им предприятие ритуальной услуги не хоронит безродных красноярцев. Накануне воскресной новости ТВК рассказывали об античеловечной ситуации, сложившейся в городе. В морге бюро судебно-медицинской экспертизы. С октября лежат около 40 тел. По закону, их должны были придать земле через 3 дня после вскрытия и установления причины смерти. Но уже больше месяца умерших, у которых нет родственников, ритуальщики не забирают и не хоронят. Хотя обязаны делать это по закону, и на это выделяются деньги из федерального бюджета. Судмедэксперты говорят, что до октября проблем с ритуальными услугами не возникало, но последнее время те не реагируют на заявки. В департаменте городского хозяйства, которые обязаны курировать и контролировать этот вопрос, проблемы не видят. И когда похоронят безродных, не знают. Последняя заявка от них была 28 октября. После этого никаких заявок от них не поступало. Они-то говорят, что обращались. Мы обратились, департамент городского хозяйства обратился с запросом в предприятие. Соответственно, те провели проверку. В адрес муниципального предприятия заявок от судебно-медицинской экспертизы не поступало. Обращение в департамент городского хозяйства от судмедэкспертов поступило, но реакции не последовало. Когда захоронят почти 40 безродных, на сегодняшний день неизвестно. Возможно, это связано с финансовыми проблемами у муниципального предприятия ритуальной услуги. У компании заморожены счета, отсутствуют средства на текущую деятельность, и все это при условии обязательного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия со стороны мэрии. И сегодня же представители Красноярской епархии обратились к руководству департамента городского хозяйства с просьбой похоронить усопших. Красноярской епархии Храм в торговом центре. В Красноярске открылась первая в России церковь, которая разместилась в магазине. Небольшую часовню назвали в честь праведного старца Феодора Томского. Отпустить грехи или получить благословение батюшке теперь могут не только продавцы, но и все желающие прихожане. Виктория Столярова с подробностями. Храм приводит в наш святой дом. Бог благословит тебя, Владимир. Благословение на добрые дела, затем молитвы. Эта небольшая часовня еще два месяца назад была обычным офисным помещением, а теперь сюда приходят покаяться в грехах и послушать праведное пение. Этот храм разместился на четвертом этаже торгового центра, что на Красноярском рабочем. Это первая в России церковь, которая заработала в городском молле. Изначально это была комната для богослужений. Получить благословение отца Георгия сюда приходили сотрудники охраны. Но когда помещение перестало вмещать сюда всех желающих, руководство магазина поддержало идею создать здесь полноценный храм. Соседство с прихожанами других вероисповеданий нисколько не смутило настоятеля. Церковь получила имя праведного старца Феодора Томского. Да, могут, наверное, сказать некоторые, что много инославных мусульман. Но вот просто удивительный случай. Вот ковер, который вот здесь у нас в храме появился несколько дней назад, мы его приобрели на рынке, и когда продавцы, два мусульманина, узнали, для каких целей я его приобретаю, один из них был настолько поражен, он сказал, батюшка, я, говорит, сам его донесу до храма. Он полкилометра нес этот ковер. Работы по благоустройству начались здесь в мае, и уже в октябре провели первую службу. Сейчас храм оборудован всем необходимым. Четыре большие иконы привезли сюда на прошлой неделе. Но работники церкви надеются заполнить ликами святых весь иконостас. У нас здесь пока, я скажу, что, ну вот у нас есть иконочки, которые здесь на нашей вот лавке церковной. Дальше иконы здесь у нас вот Семистрельная, Матронушка наша, которую почитают, Николай Чудотворец. Так, и Федор Томский. Вот, пожалуйста, вот он есть, его иконочка. Там имеется частичка его гроба. То есть люди приходят с благоговением, прикладываются с верой, и получают какое-то духовное, такое, вот знаете, оздоровление. Местные жители появлению православного храма здесь только рады. В Ленинском районе, говорят, с этим напряженка. Ближайшая церковь только в 20-й больнице. И та с трудом вмещает всех желающих. В нашем районе нету, только на 20-й больнице, в 20-й, это ближайшее все. А в этом районе нету. Есть люди, которые очень сильно в это верят. А чтобы куда-то далеко не ходить, они должны знать, что тут он есть. Там дальше, у нас на набережной есть храм, он как бы там рядом находится. Те, кто могут, они могут сюда прийти. Те, кто тут рядом живут, я вот не встречала. Он необходим всегда, чтобы люди куда-то приходили и, как говорится, посидели спокойненько, подумали о своем, помолились, может быть. Сейчас в часовне обустраивают церковную лавку, а также готовят будущую купель, где будут крестить прихожан. Пока храм работает только по субботам, но планируется, что будет принимать верующих в любое время. Виктория Столярова, Александр Тропин, Новости ТВК. 81% россиян считают себя счастливыми. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения. Социологи провели соответствующий опрос. Оказалось, что наиболее оптимистичны молодые люди и граждане с высоким достатком. Тем не менее, по данным ВЦИОМа, этот показатель высок и в остальных социально-демографических группах. Оказалось, что чаще всего россиян делают счастливыми дети и семья. Так ответили 20% опрошенных. Хорошая работа является поводом быть счастливым для 14%, а здоровье и благополучие для 13%. Добавлю, что опросы проводили с 5 по 6 ноября в 130 населенных пунктах. Опросили 1600 человек. Через 3 минуты в новостях ТВК расскажем о предупреждении ФСБ. Силовики говорят о возможности получения странных СМС-сообщений. А через 12 минут последнее предупреждение. Поговорим о безопасности на дорогах. Не переключайтесь. До новостей ТВК мы продолжаем. Прямо сейчас главные федеральные новости. Погибли 12 человек, среди них 10 детей. В Канты-Мансийском автономном округе столкнулись грузовик и рейсовый автобус. По сообщению администрации округа, в автобусе ехала команда по спортивной акробатике, которая возвращалась в Нефтьюганск соревнований. Всего в аварии пострадали 34 человека. Пятеро выживших детей находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще двоим проведены полостные и нейрохирургические операции. Но критическими будут ближайшие несколько дней. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она же добавила, что пока о перевозке пострадавших на лечение в Москву говорить нельзя. На данный момент никто из детей нетранспортабелен. В рамках расследования уголовного дела следователи задержали водителей, автобуса и грузовика. По версии следствия, оба они грубо нарушили правила дорожного движения. В ФСБ предупредили россияны готовящиеся к кибератаке. Сообщения о якобы возможных банкротствах российских банков готовятся рассылать с некого сервера из Нидерландов. Силовики предупреждают о волне провокационных сообщений, которые предназначены для подрыва финансовой системы страны. По данным ведомства, сообщения могут начать появляться уже в ближайшие дни и верить им не стоит. Возможно, смс-сообщения, а также какие-то публикации в социальных сетях и блогах, возможно, от каких-то псевдоспециалистов, которые будут прогнозировать кризис кредитно-финансовой системы или говорить об лишении лицензии у того или иного банка с целью посеять панику, ну и с тем, чтобы население массово стало обращаться за отзывом финансовых средств из банков. Красноярские студенты включились в образовательный проект «Энергия будущего», который реализует в России компания «Н-Плюс» совместно с корпоративным университетом «Евросибэнерго». Его участниками стали более 600 человек. Сегодня во время лекции и дискуссии в СФУ эксперты рассказали о том, какие 12 технологий окажут кардинальное влияние на экономику будущего. Продолжение темы в репортаже далее. Вопрос, как это улучшит жизнь людей. Темой лекции стало бурное развитие технологий и рост экономики. Ученые уверены, ключевое значение имеют 12 технологий. Среди них новые материалы, мобильный интернет, возобновляемые источники энергии. Все это можно и нужно применять в Красноярском крае, считает глава региона Виктор Толоконский. Нам крайне быстро предстоит решать задачи накопителей энергии, поскольку у нас и проблемы экологические. Нам нужно двигатели внутреннего сгорания заменять максимально на электродвигатели. Нам предстоит решать задачу более качественного обеспечения энергии тех территорий, где у нас нет линии электропередач. Еще одна очень важная тема, которую обозначили эксперты – климатическая экономика. Из-за изменений климата мировая экономика в год теряет почти триллион долларов. В 2015 году было принято Парижское соглашение. Ряд европейских стран уже решают проблему снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Эксперты уверены, России тоже нужен план низкоуглеродного развития. Все, что мы наблюдаем, это рукотворно. На самом деле это антропогенные факторы, которые, главным образом, влияют. Для того, чтобы их нивелировать или как-то сгладить климатические изменения, нужно менять модель экономики. И сегодня мы развиваемся, выбрасывая в атмосферу огромное количество парниковых газов, но завтра мы это делать уже не должны. Иначе будет рост температуры до плюс 4,6. Это просто катастрофа. Солнечная и ветроэнергетика – перспективные направления для Красноярского края. Хакасия уже опробовала новые технологии. Компания «Н-Плюс» запустила там год назад солнечную станцию. И целый жилой микрорайон обогревается сейчас зеленой энергией. Один из спикеров сессии Илья Сушин уверен, что в Сибири есть готовая база для развития естественных и технических наук. Это очень технический, богатый потенциал с точки зрения математики, хорошая, физика хорошая, материаловедение хорошее. Я бы сказал, это все, что связано с этими основными базовыми вещами. Не менее важно и то, что бурное развитие технологий должно не только влиять на рост экономики, но и повышать качество жизни людей. Вот в разделе роботизация мне нравятся, например, вещи типа дополненной реальности. То есть, скажем так, улучшение, увеличение возможности человеческого организма. То есть, путем технических средств, путем, может быть, каких-то, ну, скажем так, медицинских технологий. Это, мне кажется, потенциально возможно изменить именно жизнь людей. То, что мы получим какие-то вещи, которые мы сможем каждый лично прочувствовать. По мнению студентов, самой перспективной технологией в развитии экономики станет автоматизация интеллектуального труда. На втором месте – возобновляемые источники энергии. Таковы итоги голосования. Татьяна Стрельцова, Виталий Субботин, Новости ТВК. Об экономике будущего продолжим говорить в программе «После новостей». Сегодня гость Алексей Клешко, Георгий Сафонов, руководитель Центра экономики, окружающей среды и природных ресурсов, Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики. Не пропустите. Ну а прямо сейчас об окружающей среде сегодня. Сегодня в Красноярске заметно потеплело. Как будет меняться погода в течение недели прямо сейчас? Расскажет специалист Гидрометеоцентра Иван Гордеев. Иван, добрый вечер, Вам слово. Добрый вечер. Поле повышенного атмосферного давления, из-за которого минувшие выходные отмечалась такая холодная и малоснежная погода, уже отходит на восток. Его с запада подгоняет активный обширный циклон. Центр его всю эту неделю будет блуждать то по Европейскому Северу, то по Западной Сибири. А наша территория будет находиться с его теплой стороны. И воздушные потоки будут преимущественно с западного направления. Из-за чего на этой неделе ждем сохранения теплой и ветреной погоды. В начале недели с умеренным снегом. Но снег уже час как пробрасывает. Скорее всего снегопад продолжится всю эту ночь. И завтра есть вероятность умеренного снега. Но в дальнейшем его интенсивность и продолжительность будет заметно ниже. И в отдельные дни вовсе может обойтись без снега. Температурный режим на этой неделе действительно будет выше среднемноголетних значений. В среднем это на 3-6 градусов. Ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 10-15 градусов. А в дневное время преимущественно до минус 6-10 градусов. И только в пятницу есть вероятность кратковременного выноса прогретого воздуха с юго-запада. И вместе с потеплением в дневные часы воздух может прогреться до минус 1-3 градусов. Но и этот теплый воздух быстро будет снесен в субботу порывистым северо-западным ветром. Но в дальнейшем усиление сибирского антициклона пока не просматривается. Из-за чего и существенных изменений в погоде ждать не стоит. Но об этом более подробно через неделю. Илья. Да, спасибо большое. Это был Иван Гордеев. Говорили о погоде на предстоящую неделю. А через 7 минут в новостях ТВК расскажем о новом проекте «Нового утра». Ведущий Дед Мороз. Они придут к вашему ребенку и его поздравят. Расскажем условия. А через 6 минут Захар Письменных посчитает, во сколько в этом году обойдется новогодний стол. Не переключайтесь. Это новость ТВК. Мы продолжаем. Прямо сейчас рубрика «Последнее предупреждение». И автор Екатерина Кашучик выходит на прямую связь со студией, чтобы разобраться в проблеме автолюбителей. Кать, чему сегодня последнее предупреждение? Кому, точнее, выдаем последнее предупреждение сегодня? Илья, ну совсем недавно последнее предупреждение мы выдавали истории, где было мало света. Но сейчас будем разбираться с историей, где света очень много. Посмотрите, мы находимся на Копылово. Здесь совсем недавно появился большой красивый экран для рекламы. Но этот экран очень сильно мешает водителям. То, что сейчас вы видите, это он работает в щадящем режиме. А последние 4 часа, когда было уже темно, он горел, видимо, в дневном каком-то своем режиме. Но это было чудовищно для водителей. Давайте послушаем, как они это описывали. Конечно, мешает. Какой придурок поставил? Кому он нужен? Яркий сильно? Яркий. И вообще, что рекламировать? Ну посмотрите, что там. И по глазам бьет, и отвлекает. В Москве, между прочим, вот уже все сняли. У меня вот самого реклама размещена, мне не мешает. Ну, все отвлекают, когда стемнело сильно. Я не знаю, должна быть там какая-то регулировка автоматическая. Ну, а прямо сейчас рядом со мной находится еще один водитель, но необычный, а начальник отделения Дорнадзора Дмитрий Мелехин, который лучше всех знает, все-таки мешает это водителям или нет. Отвлекают вот такие истории? Госавтоинспекция, безусловно, считает, что любая реклама, объявление и тому подобное не должны отвлекать водителей от дорожного движения, а уж тем более ослеплять их. Поэтому нами будет сделан запрос в органы Роспотребнадзора для того, чтобы определить степень яркости этого рекламной конструкции, и по результатам которого будет принято решение в соответствии с действительным законодательством. Но я знаю, что раньше даже была такая функция, что вы могли одобрить, либо не одобрить какую-то дорожную рекламу. А сейчас она у вас есть или ее забрали? Действительно, до 2011 года госавтоинспекция входила в состав органов, которые согласовывали размещение рекламных конструкций. В настоящее время из числа этих органов госавтоинспекция, к сожалению, исключена. И в настоящее время разрешение на эксплуатацию, установку рекламных конструкций осуществляет управление рекламой. Вот именно туда мы посоветуем обращаться к горожанам, потому что эта ситуация абсолютно ненормальная. Ей мы сегодня выдаем нашу желтую карточку, и на ней как раз указываем номер телефона этого подразделения мэрии. Если у вас в другой части города есть такая же проблема, вам также нужно обращаться сюда и решать ее, потому что аварийность не стоит никакой рекламы. Я думаю, это понимают все. Объявляйте свое последнее предупреждение. А далее в выпуске у нас рубрика «Потребительские новости». Статистики подсчитали, во сколько примерно обойдется новогодний стол для семьи из трех человек. Список изучил Захар Письменных. Ему слово. Начнем с того, что новогодний стол подорожал, говорят статистики, но и это неудивительно. Цены на продукты, по их данным, выросли на 4,2%, а стоимость именно новогоднего стола на 3,7%. Если в прошлом году красноярская семья могла уложиться примерно в 4,707 рублей, то теперь придется потратить не менее 4,892 рублей. Теперь давайте расскажу, что входит в набор традиционных, по мнению статистиков, продуктов. Начнем с салата «Оливье». В нем, как известно, колбаса, которая обойдется в 411 рублей 60 копеек, говорят статистики. Картофель, на килограмм которого нужно будет потратить 17 рублей 70 копеек. Огурцы полкилограмма за 64 рубля и морковка с зеленым горошком. Эти продукты статистики объединили в одну позицию под названием овощи натуральные консервированные маринованные за 700 грамм 115 рублей. Не обойтись на новогоднем столе и без шампанского. И так бутылка вина игристого отечественного обойдется в 257 рублей 60 копеек. Теперь к основным продуктам. Килограмм говядины без кости почти 430 рублей. Килограмм курицы 152 рубля. На 500 грамм мяса копчености придется потратить чуть больше 287 рублей. Рыба соленая маринованная копченая также 500 грамм и уже почти 180 рублей. Бутерброды с икрой, а это по 200 грамм икрылосесевых рыб и сливочного масла, а также почти килограмм хлеба из пшеничной муки высшего сорта, обойдутся примерно в 741 рубль. Еще в списке сыры, яйца, конфеты, торты, соки, апельсины, бананы и коньяк. Общая сумма, напомню, почти 4892 рубля. Добавлю, это официальные данные, предоставленные красноярскими статистиками. Реальные цены в магазинах, конечно, могут быть совсем другими. На этом все. Позовите Деда Мороза. В программе «Новое утро» начался предновогодний проект. Ведущие будут навещать маленьких телезрителей и дарить им подарки. Как прошла встреча с первой семьей, расскажем в сюжете далее. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. В лесу она росла, росла. Ты бороду мою не видел? Селки-палки. Костюм волшебника, седая борода и мешок с подарками. Весь декабрь ведущие программы «Новое утро» будут поздравлять красноярцев лично. Ждать Деда Мороза в гости могут те, кто отправил письмо дедушке на сайте tvk6.ru. Приглашение оказалось несколько сотен. И уже сегодня первая семья встречала Деда Мороза у себя в гостях. Что ты готов, ну, продемонстрировать? Стишок какой-нибудь или, может быть, танец? Несмотря на то, что Тимур не знал, что к нему с утра придут такие гости, он не растерялся. Рассказал стихотворение и угостил ведущих домашним печеньем. Как всем известно, без подарков Дед Мороз в гости не ходит. Дашкаленок получил от дедушки подушки, плед и уютные тапочки для дома. А также планшет, о котором давно мечтал. По моим впечатлениям, что ему больше всего подушка понравилась. Ну и, конечно, планшет, раз он сказал. Я старая там маме, этот забираю себе, видимо, планшет. Я очень, правда, очень удивлена, что столько подарков для всей семьи. Действительно, мы повергли в шок ребенка, но он ни в коем случае не растерялся. Он был счастлив, он получил подарки от нас, от наших партнеров. И мы видели, что действительно у него, даже если не было новогоднего настроения, то при нас оно точно появилось. И вот это и есть, пожалуй, наша главная цель проекта «Позови Деда Мороза». Создавать новогоднее настроение ведущие будут до конца декабря. Следить за праздничными визитами можно каждый будний день с 6.30 и до 9 утра в программе «Новое утро» на телеканале ТВК. Мария Великосельская, Александр Тропин и Николай Чистяков. Новости ТВК. А красноярские дорожные полицейские остановили время и сняли это. Таким образом, они присоединились к всемирному флешмобу «Манекен Челлендж». Суть его заключается в том, чтобы на время замереть, делая вид, что люди – это манекены. При этом считается, что лучше всего делать это в привычной, возможно, рабочей обстановке. Автоинспекторы запечатлели исторические моменты возникновения службы, чрезвычайные обстоятельства, а также ситуации взаимопомощи на дороге. Все это в одном ролике. В съемках приняли участие действующие сотрудники ГИБДД и студенты. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Напомню, что сегодня обсуждаем платежки. Обращаете ли вы внимание на суммы, которые там появляются? И что вам говорят управляющие компании, если у вас вызывает вопрос перерасчет, который управляющая компания сделала? Наш телефон 265-45-00. Есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Ну, 01-07-2016 года, короче, пришла квитанция 4,20 рубля заплатить. Компания-то ушла. Через два дня приходит, ну, так же квитанция, короче, но уже другая компания, так же все плачу, как и было раньше. И вот прошло, считайте, вот, 7-го числа, июля, ну, читайте, почти полгода. Да, пять месяцев. Две тысячи, ну, две тысячи пришло бумажка. Ну, квитанция 5. Квитанция, это, видать, компания работает, наверное, где-то, что-то мало им не хватило, наверное, что-то, вообще-то, может, на Новый год денежки собирают. В управляющую компанию обращались? Да пока они не отвечают вообще, мне некогда, вообще. И в 15 дней должны, это, заплатить, до Нового года. Если вы внимательно смотрели сегодня новости ТВК, в управляющей компании Жилфонд заявили о том, что во многих районах ошибочно были проведены перерасчеты, поэтому вам необходимо дождаться просто правильного перерасчета, потому что, судя по всему, этот неправильный. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я получила тоже такую же квитанцию, как вот поддерживаю, что вот сказал сейчас выступающий, у меня около 4 тысяч, хотя тут также все оплачивалось, и все аккуратно и ежемесячно. Я хочу, что еще сказать, что почему у нас в городе никто не контролирует ЖКХ, что хотят, то и творят. Вот сейчас новые уже компания, мы заключили договора, приходят квитанции, вот эти вот, уже сентябрь, июль, август, сентябрь, в девятой графе сведения о перерасчетах, а теперь по отоплению и по горячей воде обратно нету, только стоит перерасчет ОПУ по холодной воде. Значит, мы теперь будем опять ожидать, вот эта волна сейчас пройдет, и еще обязательно нам поднесут, хотя они ежемесячно снимают показания, они обязаны все расчеты нам пристали. Смотрите, здесь, извините, что вас перебью, одно небольшое пояснение, перерасчет за тепло и горячую воду по тепловым счетчикам, которые установлены в доме, производится раз в год или в тот месяц, когда ваш дом перешел в другую управляющую компанию. Но еще раз отмечу, что по той квитанции, в которой вам пришел перерасчет 4 тысячи рублей, платить пока не нужно, нужно дождаться новой квитанции. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло? Да, говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Все управляющие предприятия банкроты много лет снимали деньги за текущий ремонт, которые не делали, тем самым накопили миллионные долги перед всеми практически домами, входящими в их сферу деятельности. Вопрос. Сейчас делается перерасчет по горячей воде и прочее. То есть опять с каждого снять деньги. Скажите, пожалуйста, с экрана телевидения, но не в этой передаче следующей. А каким образом они собираются миллионы возвращать каждому дому? Таким образом, как бы и нам тоже. Пусть это разные статьи. Но у нас равные обязательства. Они нам должны, а мы им должны. Вот наши долги по сравнению уже, причем не выполняли этот текущий ремонт, иначе не было бы этих миллионных долгов. Услышали. Вот очень хотелось бы узнать. Спасибо большое. Услышали ваш вопрос. Я думаю, что в ближайших выпусках новостей ТВК ответ мы на него обязательно дадим. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Николаевна. У нас это было где-то в октябре. У нас компания спецжил фонд, это общежитие. А сейчас МУК Правобережная. И вот когда МУК Правобережная, первая квитанция, пришла, через три дня нам пришло спецжил фонд. Там лицевые счета разные. Мы так разобрались. Сначала не разобрались, а потом посмотрели, что лицевые счета разные. Говорим, мы не будем платить старой компании. Если мы... У нас в старой компании долгов нет. Зачем мы будем куда-то платить кому-то в карман? И мы не стали просто платить. Светлана Николаевна, очень посоветовала бы вам обратиться в вашу муниципальную управляющую компанию, потому что это неправильный перерасчет, о котором мы сегодня говорили. Касается только домов, которые входили ранее в группу компании жил фонд. То есть ваша ситуация, вероятнее всего, это не касается. Нужно уточнить, чтобы у вас не было пени за невыплату перерасчета. Давайте немного почитаем сообщения, которые к нам приходят, в том числе в группе. Кочубея 7 провели собрание жильцов, собрали подписи для обращения в прокуратуру. Платить за воздух уже устали. Плюс к обычной квартплате принесли еще квитки по 5 тысяч и больше. За что не ясно. Бабушки вообще в шоке. Видимо, кому-то в Лондоне не хватает на новый Бентли, пишет Геннадий. Есть еще одно сообщение. Любовь пишет, добрый вечер, следить пытаемся. Только вот зачем нам, потребителям, знать, сколько в цену заложено компонентов на тепловую энергию, компонентов на теплоноситель, платим и управляющие компании. Разобраться в этом практически невозможно. Очень много сообщений. Эту тему продолжат обсуждать в ночном выпуске новостей ТВК в 23.00. А прямо сейчас немного полезной информации. Продолжение следует.